16 ледовых площадок появятся этой зимой на территории Серпухова. О содержаниях и эксплуатации сегодня говорили на оперативном совещании в администрации. Провел его глава Сергей Никитенко. Началось оперативное совещание не с цифр и докладов, а с поздравлений, добрых пожеланий и цветов. Сегодня день рождения отмечает заместитель главы администрации, директор Серпуховского информационного агентства Татьяна Пищулина. Ее большой вклад в развитие городского округа отметил глава Сергей Никитенко и подчеркнул, что такие специалисты на вес золота. Буквально недавно, когда мы занимались сбором и отправкой гуманитарной помощи, Татьяна Анатольевна желает этим вопросам, когда ребята обратились, попросили им помочь. Это очень приятно осознавать, что в команде администрации есть люди, которые действительно искренне любят город и переживают за него, за его жителей. Это здорово. Чем больше будет людей, любящих свое дело, свой город, тем, наверное, больших успехов мы сможем достичь. Не считаясь ни с личным временем, уделяя этому большое внимание, я, Антон, поздравляю вас с днем рождения, с крепкого вам здоровья и вашей семьи, счастья, благополучия. И рассчитываем на нашу совместную работу. Это от нашего коллектива администрации. К поздравлениям присоединился Павел Гущин от Совета депутатов слова благодарности и цветы. Мне хотелось поздравить этого чудесного человека, на самом деле, специалиста высокой опыта, от Совета депутатов, за благотворную работу, которую в последние годы она проводит. На самом деле, Совет депутатов благодарит ее за это, за широкую информацию, которая проводится в СМИ в наших, ну и в остальных источниках. Хочется пожелать здоровья, счастья, наверное. Главное, здоровья семьи, наверное, близким вашим. Ну и благополучия. От поздравлений к обсуждению актуальных тем и первая готовность к эксплуатации в зимний период ледовых площадок. В субботу уже заработал каток в питомнике. Первыми его проверили профессиональные спортсмены и подтвердили – лед качественный. Посмотрел в воскресенье наш каток в питомнике, увидел такое количество наших жителей, людей, радостных, разных возрастных категорий, дети, взрослые, мамы с детьми. Это очень здорово, это видеть, сознавать и понимать, что этот вопрос катков на территории нашего городского округа – это вопрос очень актуальный. В этом году в Серпухове будут работать 16 ледовых площадок. Заняты полностью и работают уже для жителей и гостей нашего городского округа. Это парк «Питомник каток» с искусственным льдом. И в поселке Прометарский, в поселке Большевик два катка тоже, которые полностью готовы и работают. Еще появятся ледовые площадки на весенней, бригадной, декабристов, на Пушкино, Советской фронт Закалинина, на проезде Мишина, а также в Оболенске, Большом Грызлово, Донках и Липецах. Там сейчас лед заливают и выравнивают. А вот вторая тема совещания – подготовка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зимний период на территории городского округа. Осенью организации, имеющие на балансе сети наружного противопожарного водоснабжения, провели сезонную проверку пожарных гидрантов. На курсах гражданской обороны проводятся занятия с руководящим составом организации. Вообще работа по обеспечению пожарной безопасности ведется круглый год. В пяти населенных пунктах на естественных водоемах выполнена работа по обустройству пожарных пирсов с разворотными площадками для пожарной техники. В следующем году будет построен один пожарный пирс и три пожарных резервуара в четырех населенных пунктах городского округа. Переживаю за жилые массивы. Здесь особое внимание. Зима, погода холодная, минусовые температуры устойчивые, больше 10 градусов. И что еще будет далее. Поэтому особое внимание хотелось бы, чтобы поделилось жилым массивом. В плане профилактики у нас постоянно идет вопрос, либо тепловые пушки затягивают, и потом вместе газом отапливают, и хлопки, получается, мы все помним, большевик. Январь прошлого года, слава богу, пожара не было, но повреждения были серьезные. Слава богу, живые все остались. Если проанализировать все пожары, случившиеся в нашей стране в зимний период за последние пару лет, то легко выделить можно. Три основные причины их возникновения. Проблемы с электрическими проводами и электробытовыми приборами. Вышедшие из повиновения бытовой газ неисправности печей. Специалисты экстренных служб просят провести дома необходимые профилактические действия. Как минимум, осмотреть все имеющиеся в доме розетки и проверить работоспособность электроприборов. При этом следует помнить, что все работы по дому с электрическими проводами следует доверять профессиональным электрикам, а не просто соседу.